Приветствую вас, и вы знаете, я бы сказал, что не совсем понятен ваш вопрос, в первую очередь. То есть вы задаете нам вопрос, который звучит так. Как мне быть? Двое молодых людей, да, двое мужчин меня не отпускают. Подникает к вам встречный вопрос. Как быть, чтобы что? Ну вот, серьезно. Вы спрашиваете нас, как быть, но как быть, чтобы что? Вы чего хотите? Пока, к примеру, пока, к примеру, я увидел, ну, только то, что вы хотите замужества, судя по тому, что вы написали. То есть, пока я увидел, что вы нуждаетесь в замужестве. Вот. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот. Возникает вопрос. Возникает вопрос. Опять же. А для чего вам замужество? Тогда. Вот. То есть, для какой оно вам цели? Цели. Да? Вот. Вот. То есть, это очень такая важная история, которая, ну, которую необходимо определить. Вот. А что еще важно определить? Вот. А что еще важно определить? То есть, в чем для вас, условно говоря, сложность заключается? Вот. То есть, что для вас такого, грубо говоря, трудного в этой ситуации? Вот. То есть, на мой взгляд, ситуация, она предельно понятна. На мой взгляд, ситуация предельно ясна. Вот. И представляет из себя эта ситуация то, что вы выбираете себе, видимо, на подсознательных мужчин, которые не готовы сами строить серьезные отношения. Ну, вот. Как бы, да. Такие серьезные отношения, которые, ну, которые хотите вы. То есть, как будто бы есть такой, знаете, как, своего рода запрет. Запрет. Да. Есть своего рода запрет на, ну, на близкие отношения. Запрет на серьезные отношения. Вот. Понимаете, какая история? И этот момент нужно исследовать. Ибо запрет на близкие отношения в, собственно, психологии, да, психологической практике, в том числе и в моей психологической практике. Вот. А встречается, ну, довольно часто. Вот. И происходит он, как правило, его источник, как правило, находится в детстве. В детстве, где родители ребенку так или иначе внушили, что отношения это страшно, что отношения это, там, к примеру, да, там всегда боль, ну, и что-то вроде того. И здесь, конечно, требуется терапия, здесь требуется исследование, здесь требуется выявление, а далее уже, соответственно, коррекция. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вот то, что является прямо очень важной историей, да, это то, для чего вам замущество. То есть, вот вы пишите, да, что отношения не окончились ничем. Вот мне, знаете, хочется спросить вас, мне хочется спросить, задать вам вопрос. А, собственно, чем они должны закончиться, по вашему мнению? Вот. То есть, почему вы выбираете для себя исключительно замущество, как вот, ну, как таковое? Что? Только в качестве цели. Вот. Именно об этом я рекомендую вам подумать. И, соответственно, уже исходя из этого, да, можно будет вам что-то рекомендовать. Вот. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.